Всем доброго времени суток, друзья и товарищи! С вами Рин, и я снова играю в фабрику звезд и пытаюсь продвинуть нашего Джема Шерифа до того, чтобы он стал самой настоящей суперзвездой. И вот вы можете видеть, как он с Дженни тут как раз очень даже мило общается. Их отношения пока все еще находятся в статусе дружбы, но можно их, конечно, передвинуть немножечко на уровень выше. Кстати, поцеловать в щеку, я что-то не помню такого действия. А в смысле ты не можешь этого сделать? Вот же ж она стоит, но прямо перед тобой. В чем проблема-то, не знаю. Так, подожди. Я его приодела, как мы можем видеть. Здесь почему-то стиль дзен в новом шкафу, который на самом деле не шкаф, а комплект для татуировки. Ой, посмотрите, какая прелесть. Он почему-то нам предлагает одежду скорее в стиле регги, вот. И поэтому на нем сейчас я не могу прям так близко придвинуть. Ой, какая прелесть. Короче, на нем повязка на голове с этими традиционными цветами регги. Желтый, красный, зеленый. Сзади на спине, вот на пиджаке у него тоже можно видеть эти цвета. Так, тут у нас ник подошел. Короче, Африка у него там нарисована. Дженни я немножечко тоже изменила внешний вид. Там появился новый такой пиджак без рукавов на самом деле. Вы что, до сих пор там что ли друг друга в щеку целуете, не прекращаете? Вот это, конечно, взаимная симпатия развелась. И нашла ей сандалии, которые лучше подходят вот этому ее имиджу. Так что вот, такие дела. Я, знаете, думала, что Пол сейчас уйдет, и мне просто придется вызвать следующего преподавателя. Или просто вызвать Пола еще раз, для того, чтобы он обучил нас следующему танцу. Но Пол вроде бы не ушел, а до сих пор где-то тут тусуется. И нам его сейчас с вами надо найти. Вот он случайно не отправился в тренажер. Куда? Слушайте, он там стоит. Ну что, пойдемте тогда разучивать новый танец. Сейчас Джем до него дойдет. Вот у вас, как у вас с Дженей, отношения в состоянии близкой дружбы-то перешли? Нет. Это, по-моему, самое, да, самый высокий такой показатель. Дженни, близкая дружба. Поцеловать по-французски у нас появилась. Вы только посмотрите. Ох, романтика. Но, как говорится, он ей еще даже ни цветов не дарил, ни в принципе не признавался, что его чувства уже вот настолько далеко зашли. Поэтому не будем торопить события. Все постепенно. Я так думаю, что как раз после выступления в японском саду уже можно будет говорить о том, что Джем и Дженни официально стали парой. Ну ладно. Всего лишь два движения нам предлагают выучить полный этот раз. И это тень и афро. Всем привет! Посвятим некоторое время йоге. Пусть наши тела, его 10 органов действия и восприятия, погрузятся в молчание. Позволим умиротворению снизойти на наши души. Откроемся навстречу потоку любви. Слушайте, как это своевременно-то. И вселенская энергия, вошедшая в нас, сделает нас сильными и укрепит наши тела и наш дух. Это, конечно, так пафосно прозвучало. Я так понимаю, мне опять придется покупать многострадальный коврик для йоги. Это действительно один из самых часто используемых предметов в этой серии. Нет, в этой серии, в этой игре. Так, хорошо, вот я его купила. Степ для аэробики я продала, потому что, думаю, нам он действительно уже никак не пригодится. Вот, а коврик пусть будет. Ну и что, какие задания? Сыграть в гоу в группе. Опять! Заняться йогой и отдохнуть. Ну давайте пока йогой позанимаемся. Так, нет, не подвигаться, а именно заняться йогой. Ну раз здесь нет никакого действия направленного на... Кстати, отдохнуть. А кто у нас отдыхает? Алекс? Нет, подожди, подожди. Освежиться. А, это, видимо, тоже считается. А Дженни? А Дженни пошла выпить. Да, я вам не показала, я сюда поставила... Ух ты, что ты делаешь? Кто это делает? У нас тут опять как с приставкой, смотрите, какая-то странная анимация. Почему-то банка парит в воздухе, как будто кто-то из нее пьет. Ох, как она встала. Короче, это у нас автомат с газировкой в стиле поп. И это, видимо, считается за отдых, да? Ну и простое занятие йогой тоже считается. Так что, в принципе, тренинг от пола у нас несложный. И за это я ему благодарна. Что-то мне кажется, вот такаси, который придет потом, начнет нас дрючить просто по самое не могу. Вот смотрите, вот мне нравится, что некоторые педагоги, они иногда подходят и действительно следят за выполнением задач. То есть, Джем сейчас пытается что-то там делать, а Пол в это время стоит и как будто бы что-то ему подсказывает. Кстати, я заметила, что с Ником они подружились. А вот с Алексом у них какие отношения? С Алексом у них безразличие. Алекс на самом деле не самый такой приятный типок, я бы сказала. Он ведет себя немножечко заносчиво и высокомерно. Хотя вроде бы помогает вот письма от поклонников просматривать и все такое. Но Джем краем глаза видел, как тот пугал Дженни, и это ему не понравилось. Поэтому, мне кажется, между ними может возникнуть немножечко антипатия. Так, ну и что, ты до сих пор... А, нет, она уже не пьет. А куда она пошла? Освежиться. Но это тоже считается за отдых, поэтому отлично, выполняйте задание. Зато теперь к автомату с газировкой пошел Ник. Я так смотрю, новая вещь привлекла всех. Это как, знаете, в Sims что-нибудь купить и оставить им свободу воли. И тогда они все пойдут просто к новому предмету и будут на него смотреть. Типа, ой, а что же это наш бог, наш хозяин нам приобрел такого? Ладненько. Впервые вот вижу, чтобы задание отдохнуть было именно вот в списке наших заданий. На самом деле это очень круто. Мы быстро его выполним. А потом уже, когда позанимаемся йогой и отдохнем, я куплю Гой и поставлю его куда-нибудь. Опять же, наверное, в гостиную. Не в прихожую, конечно. Я, знаете, не удержалась и купила снова вот этот рокерский шкаф. Теперь он снова стоит в комнате Джема. Кто-то отправился в душ, да? Ну и решила оставить вот этот комплект для тату рассушенном. Как-то внешность меняет. И диджериду просто для того, чтобы комната оставалась в дзеновском стиле у нас. Такие-то вот дела. Хорошо, популярность на высоте. Отлично, Алекс. Давай-ка мы теперь... У него, в принципе, индикатор вот этот отдыха высокий. У Дженни тоже все прям прекрасно. И у Ника все прекрасно. Теперь осталось только Джему отдохнуть. Вот. А, ну раз у вас здесь все прекрасно, тогда, я думаю, надо кому-то идти в тренажерку. Кто быстрее туда дойдет, называется. Хорошо, конечно, если они в группе йогой позанимаются. Я не знаю, будет ли это влиять на скорость выполнения задания, но тем не менее. Хоть бездельничать не будут. Ну иди, глянь телевизор. Хотя, блин, у нас есть компьютер. Можно поиграть в компьютерные игры. Но как-то телек все время стоит ближе. И я туда всех отправляю развлекаться. Хотя, у нас же есть еще и бильярд. Просто, видите, я так построила эту комнату, что туда пока дойдешь, блин, пол серии пройдет уже. Не очень-то это хорошо. Ну, вот Джема можно будет туда. А, нет, мы же купим Го. Как раз и показатель развлечений повысится. Удобно? Очень даже удобно. Давай, моя дорогая. Кстати, здесь у нас всего лишь одно окно, и как-то темновато в тренажерке, я смотрю. Надо было купить лампочку. Хотя бы. Какую купить? Торшерчик. Какой-нибудь из спортивных. Но я уже говорила, что мне не нравится такой свет. Какой-то он ослепительный слишком уж. Может, есть что-нибудь? Вот эту вот рокерскую лампу я, наверное, могла бы поверить. А вот этот, кстати, лампа-молния. Она что-то вообще так себе светит, если честно. Какие тут есть еще? Ладно, я повешу вот этот все-таки. Вот это бра в виде вытянутой руки с факелом. Вот оно смотрится вообще прикольно. И освещает хорошо. Такая вот у нас тренажерка. Алекс пришел. А что делает Ник? А, Ник все еще телевизор смотрит. Ты тогда сильно на телевизор не налегай и пойдешь в ГО играть. Я так думаю, что все-таки его в гостиную надо будет поставить. Потому что больше места просто нигде нет. Джем, а ты отдохнул? Звезда моя, звездища. Наверное, отсюда можно убрать хореографический станок. Я его по привычке сюда поставила, потому что, ну, раз он стоял в самом начале и, в принципе, подходил к интерьеру, то чего бы и нет. Ну, ладно, так уж и быть. Вот оно, наше ГО. Сейчас мы его поставим, я думаю, вот сюда. Ближе к стенке. И можно будет в него поиграть. А, кстати, если ты сядешь сюда играть один, это зачтется? Засчитается ли, точнее? Вот уже, в принципе, Джем может туда идти. Давай, родной. Потом, когда мы выполним все задания, я, естественно, переодену его в рокерский стиль, потому что этого требует Такаси. Я могу, кстати, на всякий случай еще раз посмотреть. Да, он требует только это. Только внешнее оформление. Можно было бы, наверное, пригласить Анну все-таки и разучить вот эти три движения. Но посмотрим, как пойдет. Сильно затягивать серию тоже бы не хотелось. У нас есть еще также эффекты от Ребекки, насколько мы помним. И у нас есть еще Лара, но ее я вызывать вряд ли буду. Ну, а что касается песни, скорее всего, все-таки последнюю мы выберем для выступления. Get Down Saturday Night. Не будем петь слезливую балладу о любви. Будем приглашать всех зажигать. Хорошо еще, что Алекс и Дженни там спокойно йогой занимаются. Никто никого не трогает, никто никого не пугает. И это, в принципе, хорошо. Мы в Го пробовали играть с ребятами, с Фоксом и с Фломастером, но дело в том, что они знают более-менее принцип этой игры. А я не знаю. И мне кажется, даже если мне объяснить, я все равно не пойму. Это для меня какой-то темный лес. Что вот шахматы, например. Что еще какие-нибудь похожие игры. Мне бы что-нибудь попроще. Так, кстати, а у вас отношения-то какие? Безразличие. Напугать, сделать замечание. Давайте Дженни сделает ему замечание. Вернем в сюжет немножечко драмы. Че вы? Вы же стоите друг напротив друга. Господи, не можете друг другу подойти. Че за издевательство? Я думала, она сделает ему замечание. Скажет, слушай, молодой человек. Но ты веди себя все-таки культурно. Мы же тут не абы чем занимаемся. Тут все серьезно. И если что, то я пожалуюсь Джему. Джем пожалуется продюсеру. И тебя выгонят. Ты не будешь больше с нами танцевать. Слушай, правда, не может, да, подойти к нему? Сделать замечание. Вот че ей мешало? Я не пойму. А, теперь может. Интересно. Главное, я слышу их голоса, но почему-то... Почему-то... Господи, двигаться почему-то они начали только сейчас. Офигенно, конечно. Вообще странно. После того, как они йогой позанимались, по идее, они должны быть расслабленными такими всеми. А Дженни тут ругается. Но ладно. Хочется, знаете, не просто... Не просто играть. Хочется немножко вворачивать какие-то свои нотки, пытаться выстраивать как-то сюжет, прописывать персонажам характеры, чтобы было интереснее. Дженни презрение. Вот. То есть мне интересно смотреть все-таки отношения не только на положительные, но также и на отрицательные. Хотя изначально я говорила, что мне не нравится, когда персонажи ссорятся между собой. Но я, конечно, не хочу доводить дело до ненависти. То есть так чуть-чуть, немножко... Не бывает только положительных эмоций, положительных ситуаций, понимаете? Иногда нужно что-то и негативное. Так, поздравляю, тренинг завершен. Отлично. Теперь пол у нас может со спокойной душой идти. А мы сейчас, я думаю, все-таки продадим это го. И то оно будет мешать нам выходить. И джемушка, дорогой, теперь ты можешь пойти и переодеться. Сменим ему имидж, позовем Такаси. И я так думаю, что мы разучим всего лишь один танец с ним. Наверное, тот, где меньше движений. А после этого будем готовиться к концерту. Но вообще посмотрим. Если у меня еще останется время, то я приглашу Анну. И тогда мы ее гламурные движения тоже разучим. Ну что ж, Е-рок. Так, какие тут у нас есть рок-элементы? Мне нравится вот этот кожаный пиджак, кожаная курточка. Что есть еще? Меня еще радует, что музыка пока с ума не сходит у нас. Вот эта вот майка, да? Мне, в принципе, ну она как тогда нравилась, так нравится и сейчас. Пускай тогда ты в ней и будешь щеголять. На самом деле, рок вошел в мою жизнь довольно поздно. Мне тогда было уже лет 14-15, где-то так. Я помню, что первой рок-группой, которую я послушала, это были даже не Tokyo Hotel, это были Evanescence. Не помню, рассказывала я эту историю где-нибудь или нет, но мне моя троюродная сестра дала эту группу послушать. У них тогда уже третий альбом вышел, The Open Door, который был более тяжелым, чем их предыдущие альбомы, потому что там как-то вот у них немного поменялся стиль, и Бен Муди уже тогда ушел из состава. Осталось только Эмили солировать и остальная мужская команда музыкантов. И мне этот альбом так понравился. Причем у этого диска был, я помню, еще буклет с песнями, с текстами песен. И я потом, кажется, уже у себя в городе купила такой же диск и гоняла его. Там есть много просто офигеннейших песен, которые до сих пор мне хочется слушать. Я, конечно, начала потом и старые песни Evanescence гонять на магнитофоне, и по сей день слушаю их иногда. Ну и потом как-то в мою жизнь плавно влезли Tokyo Hotel, The Rasmus, Plasibo, потом уже и Rammstein. Это все было уже когда я уехала учиться в колледж. Ну и вот по сей день как-то роковая музыка у меня превалирует в аудиозаписях, хотя слушаю я многое. Регги, например, вот не воспринимала изначально, как-то не понимала этот стиль. Ой, какая крутая притча. Но это спортивная, а не рокерская, поэтому, блин, к сожалению, мы ее не оставим. Нам надо, чтобы все было на максимуме, чтобы именно показатель 30. Так, какие-то тут у нас есть ботинки с острыми носами, какие-то такие вот красные. Ага, давай оставим тогда красные. Ну а где причесочки-то все рокерские? А вот, 34. Я ему как раз такую шляпу и ставила, да? Вот это, конечно, просто, блин, огонь. Но мне не нравится, ему не идет. Здесь он еще какой-то блондинистый. Бандана-то прикольная, но длинные волосы, мне кажется, не совсем его стиле. Поэтому я лучше оставлю ему вот эту шляпу. Бородку менять не буду. Она будет частью его имиджа, пускай так и остается. Ну и, собственно, и все. Танцоров я здесь не трогаю. Так вот, регги я как-то не воспринимала одно время, а потом совершенно неожиданно, можно сказать, расслушала. Это было с группой Пятница как раз. И мне понравилось. С тех пор нормально, лояльно к этому стилю отношусь. Вообще вот, кроме Пятницы, мне в этом стиле еще Алай Оли очень нравится. Это наша российская группа. И у них песни просто потрясающие, что в плане музыки, что в плане текстов, что вообще. Если кто-то о не слышал, то рекомендую. Так, вызваниваем нашего Такаси. Можно сказать, что Ли, который к нам уже приходил, мастер спецэффектов, рассказал нам про этого Такаси, потому что они оба азиаты, видимо, друг с другом знакомы. И Джем такой говорит, ну, типа, у меня, конечно, уклон больше в сторону Дзена идет, и я уже выбрал выступление в Монреале, но мне на самом деле интересно... Че, музыка там опять начала с ума сходить. Но мне на самом деле, говорит, интересно было бы познакомиться с этим преподом и кое-чему у него научиться. Так что мы его пригласили, и Такаси согласился дать нам мастер-класс. Такаси настоящий мастер японского танца Буто, танца тьмы. Этот танец был придуман в Японии около века назад. Такаси немногословен, но строг и взыскателен. От двоих... Ой, от двоих, говорю. От своих учеников он требует полной отдачи и работы на пределе своих возможностей. Вот я че и говорила, что он будет нас дрючить. Я не помню, танец, но, по-моему, был с этими... Как сказать... С небольшим количеством движений. Ник, ты какого хрена тут встал? Ты мне мешаешь пройти. Иди отсюда. Не мешай. Противный какой, а? Встал просто на пороге и не пускает меня. Танец тьмы. Интересный, конечно, у него причесон. Так кажется, что у него розовые волосы, но на самом деле, наверное, нет. Сначала нужно изучить анатомию, и только потом можно свободно танцевать перед публикой. Да, тут у нас всего два движения. Отказ и вызов. Можно посмотреть. Ну, вообще, крутые движения. Вот это, конечно, довольно-таки странное и раскованное, я бы сказала. И его вряд ли я буду использовать в нашем концерте в японском саду. А вот это... А вот это выглядит очень даже прикольно. Такое рок-н-ролльное, действительно. Изучить анатомию. Ага. Заняться изучением анатомии человека, включить аудиосистему и танцевать. Нам, наверное... Да. Нам теперь нужна вот эта вот самая аудиосистема. И я ее, ну, скорее всего, поставлю сюда. То есть, помните, у нас же уже раньше был такой магнитофон. Только там двигались танцоры, когда приходил Томми, если я не ошибаюсь. Так, а где анатомия? Это должно быть в культуре. Да, вот оно. Маляж человека. Позаниматься анатомией и узнать о работе там голосовых связок. На самом деле, я считаю, что это очень полезная вещь, так как человек, действительно, поющий человек, он должен себе представлять, как работают голосовые связки для того, чтобы, собственно, петь. Может быть, изучать какие-то новые техники вокала и все такое прочее. Я помню, что нам даже в колледже как-то показывали видео про то, как устроены голосовые связки у Стивена Тайлера, вокалиста группы Aerosmith. Если кто-то вдруг не знает, то у него голос один из уникальных. Он может брать высокие ноты, то ли благодаря, действительно, своему строению связок, то ли благодаря тому, что он занимался какими-то техниками, которые позволяют ему достичь таких вот высоких нот. Вот. Голос у него действительно выдающийся. И песни, в общем-то, классные, так что тоже рекомендую. На самом деле, блин, ребят, в музыке существует столько всего прекрасного, что, наверное, невозможно охватить одному человеку. Это ведь и классическая музыка. Я соглашусь, что не всем людям она придется по душе, но, безусловно, найдутся произведения, которые вы захотите слушать, которые вам будут нравиться. Для меня это, например, лунная соната Бетховена. Я ее, как услышала в шестом классе, так все, на всю жизнь. Forever in my heart. Это вот регги, например, то же самое, как я уже говорила. Есть хорошая группа Пятница, есть Алла и Оли, есть Боб Марли, в конце концов. Хотя я вот, например, не поклонница его творчества, как-то оно не сильно мне заходит. Но под настроением, может быть, вполне... Так, у нас тут пришла Дженни. А куда ты поперлась? Она пошла на кухню, похоже. Знаешь, что? Я хочу, чтобы ты снова мне помогла с письмами от поклонников. Вот, рок-музыка это вообще... Тут просто всего не охватить. Понятно, что The Beatles стоят как бы на самой вершине. Для меня они тоже эталон. Хотя раньше, в подростковом возрасте, я не могла их воспринимать. Не нравились и все, не знаю почему. А потом с возрастом уже, и когда я посмотрела мюзикл «Через вселенную», я поняла, насколько это была гениальная группа, действительно. Ну и прочие там всякие. Deep Purple, Led Zeppelin. Хотя вот Led Zeppelin лично мне не нравится. Но это дело вкуса, каждому свое. Для меня вот «Рамштайн» гениальный. Уже больше 10 лет. Да, я по-прежнему их слушаю и люблю. Tokyo Hotel, к сожалению, я перестала слушать после их третьего альбома, потому что они поменяли свой стиль. И не тексты у них... И тексты перестали быть интересными, и музыка стала электронной. Короче, мне вообще не понравилось, куда они скатились, и зачем они так скатились. Хотя первые два альбома действительно были классными. Это еще не считая их самого первого альбома, который они выпустили под названием Devilish. Когда только-только познакомились все вчетвером. Так, нам надо кого-то сюда на место джема, чтобы мы поизучали анатомию. Ник, хочешь? Давай-ка ты нам поможешь, а? А что делает Алекс? Алекс у нас... Кстати, можно... Я заметила, что он довольно-таки часто в этой комнате бывает. Похоже, он любитель бильярда. Пускай тогда играет. Вот, у нас здесь найдется народ, который нас сейчас выручит. И вместо нас сможет выполнить задание. На самом деле, я думаю, что, скорее всего, не буду я все-таки Анну вызывать. Что-то вот не хочется мне тратить на нее свое время, на все ее гламурные там движения. Как-то не хочу. Я думаю, что мне вполне хватит и того, что у нас есть сейчас. Я надолго замолчала, пытаясь подумать, о чем же еще можно вам рассказать, о какой музыке. Ну, в принципе, ее много. При желании вы найдете то, что вам понравится. Среди рэпа даже есть свое золото, как я бы сказала. Вот мне нравится, например, Eminem. Да, Eminem это вот для меня в топе рэпа находится. Есть еще группа наша 25 на 17. У них довольно-таки неплохие песни жизненные. Есть группа, на самом деле, очень странная. Называется «Розовые очки» от ФР. Там есть парень, который, как я понимаю, и пишет все тексты. Есть девушка. У парня я не помню, какой псевдоним, а у девушки такой французский. Анфлягаш. Анфлюраж. Вот. И у них очень странные порой психоделические тексты и странная музыка, которая не всегда понятна. Но в какой-то момент почему-то они мне безумно нравились, и я их слушала. Как-то под настроение, я думаю, вполне себе может зайти. Почему? Подожди, почему я не могу нажать на аудиосистему? Эй, что происходит? Станцевать под музыку, послушать музыку. Ну, я думаю, что станцевать под музыку нам сейчас надо. Дженни, иди тогда тоже. Если Нику станет, я думаю, что Алекс сможет его заменить. Но пока он, конечно, выйдет оттуда. Слушай, а что, это не работает? Включить аудиосистему и танцевать. А нам точно нужна эта аудиосистема? Или задание будет работать только когда мы будем танцевать в группе? Опять же, видите, этого не пишут. И нихрена не понятно. Джема, ну-ка попробуй потанцевать вместе с Ником. А что ты на улице делал? Если честно, вообще непонятно, как он туда попал. Ладненько, давай ты просто подойдешь. А где Дженни? Неужели она сейчас не сможет сюда подойти? Да блин, откуда столько новых действий? Я же не выбирала. Странная аудиосистема. Я почему-то даже навести на нее мышку не могу. Алло! Где эти стрелочки? Слушайте, все попропадало. Я не могу, не могу. Ужас какой-то. Так, Алекс, а ну-ка давай ты. Раз ты сюда подошел. Станцевать под музыку. Дженни, ты подойдешь? Она вроде как должна подойти. Только где она? Я говорю, Дженни. Она тоже что-то на улице делала. Может, она ходила играть в бильярд? Странно. Или, может быть, мне нужен другой магнитофон. Это тоже возможно. Посидеть. Ну ладно, пойди посиди. Если чувствуешь, что это надо. Ну давайте, обрадуйте меня. Скажите, что это задание будет выполнять. Нет, оно не выполняется. Оно... Блин, ребята, оно не выполняется. А может быть, потому что именно Дженн должен танцевать? Но у нас ведь даже предмет называется. Аудиосистема. Может быть, есть что-то еще? Я вот думаю. Аудиосистема. Есть гитара. Кстати, смотрите, какая крутая электрогитара. Есть просто магнитофон. Видите? Есть проигрыватель. Поимпровизировать. А есть электропианино. Понятно, это не то. Тогда, тогда... Я так понимаю, что все-таки танцевать должен... Должен Джем, скорее всего. Пойдите тогда, ребята, вы вот поотдыхайте. А Джема я все-таки попытаюсь сейчас вызвать сюда. А может быть, надо послушать музыку? Вот вдруг опять неправильно перевели. Ты где, мой родной, далеко? Куда ты, блин, делся? Они, походу, действительно все идут играть в бильярд. Вот это называется, я им поставила. Теперь все только туда и ломятся, в эту комнату. Такаси безразличие. Но если и это не сработает, то я, наверное, нажму на паузу и буду искать варианты решения этой проблемы. Джемушка мой родненький. Давай. О, похоже, задание пошло выполняться, да? Или нет? Да, смотрите, смотрите. Оно выполняется. То есть, почему написано включить аудиосистему и танцевать, а он слушает музыку? Просто слушает. Ну, двигается как-то при этом, конечно. И что, сейчас показатель здоровья у него тоже будет падать? Я, наверное, я, получается, не смогу сейчас второго человека сюда. А, хотя нет, могу. Послушать музыку. Алекс, Дженни и Ник. У Ника что-то совсем все показатели упали. Где он? Давай-ка вот мы тебя отправим. Ты у нас хоть в компьютерные игры поиграешь, хоть немножечко развлечешься. Вот. А те, кто могут, те пускай слушают музыку сейчас. И так легонечко под нее двигаются. Слушай, смотрите, какой муляж страшный. Хорошо, что он еще не в полный рост здесь. Ну, если по нему... А, там табличка была, да? Наверное, с названиями этих всяких органов и все такое прочее. Куда ты выключил? Дальше слушаем. Задание-то не выполнено. Алло. Слушайте, это какой-то очень дурацкий магнитофон. Почему я не могу вот к нему подойти? Послушать музыку? Давайте, слушайте до посинения. Можно подумать, знаете, что я их насильно заставляю слушать какой-нибудь рок, там, типа Iron Maiden или еще что-нибудь. Кстати, да, давно хотела вас спросить, дорогие мои друзья. Какая музыка нравится вам? Можете написать в комментариях, можете указать какие-нибудь группы, которые слушаете вы. Не исключено, что я из этого что-нибудь для себя новое открою. А может быть, окажется, что я уже буду знать. Что-то, блин, что-то как-то плохо это задание у них выполняется. Мне кажется, придется все-таки ставить паузу на... Паузу, говорю. Ставить паузу на запись. Ага. Ну, вы меня поняли. Ставить запись на паузу и чтобы они за кадром у меня это все слушали. Ну, ладно, Алекс, не хочешь помогать мне слушать музыку? Иди тогда разбирайся с этими... С письмами от поклонников. Дженни вон можно попросить. Она у нас фиг знает, чем занята. А, она опять стоит у автомата с газировкой. Слушай, ты же так ее упьешься, будешь потом бегать всю ночь. Да и, в принципе, газировка для желудка не очень-то полезна в больших количествах. Ну, пойди, выручи своего близкого друга, послушай музыку вместе с ним. А, подожди, или... Нет, 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 они вместе все-таки могут слушать. Я уже просто, знаете, подумала, что, может быть, лучше кому-нибудь одному это делать. Одному Джему, например. О, Дженни что-то как-то перестала двигаться, видимо, вот поэтому. Ну, ладненько. Мне кажется, теперь пришла пора Джему отдохнуть. Ну, куда ж ты? Давай-ка теперь ты у нас музыку послушаешь, девочка моя. А мы пока... Чем его можно занять? Развлечение? Что здесь можно делать еще? Правильно, у нас же есть бильярд. А я нашей дорогой звезде даже не позволяю в бильярд поиграть. Ну, точнее, здесь это называется пул, и мне кажется, есть какая-то разница между бильярдом и пулом. Либо пул это какой-то отдельный вид бильярда, но я не уверена, я не разбираюсь. Когда-то пыталась научиться играть в бильярд, но не вышло. Да и, в принципе, он меня как-то не привлекает. Не знаю, никогда интересно не было. Я вот боулинг люблю. Боулинг это круто. Слушайте, ну это, похоже, и правда будет долго, потому что вот сколько времени уже прошло, наверное, минут 15. А задание до сих пор выполнено только наполовину. Поэтому, ребят, в общем, я нажимаю на паузу, и мы встретимся с вами, когда это задание будет закончено. Короче, дорогие друзья, я нашла выход, знаете какой? Надо было просто пригласить Токаси послушать музыку с нами. Вот. Они тогда стояли вместе с Джемом, и он музыку не выключал, они все это время двигались, и благодаря чему задание быстро выполнилось. Вот такие вот дела. Ну все, я думаю, мы... А, мы можем с ним попрощаться, потому что да, потому что я сейчас разучиваю танец Кабута. А, он ушел сам. Ну и ладно. И фиг бы с ним тогда. В общем, большое спасибо, маэстро, за то, что дали нам возможность выучить новые движения. Так, теперь мы пойдем переодеваться в стиль дзен, и будем уже готовиться к нашему концерту. Расставим движения, расставим эффекты, выберем песню, и все будет great. Я надеюсь, мы сейчас довольно-таки быстро переоденемся. Так, у него был такой пиджак, да? Все верно? Так, а какая была футболка? Тут была какая-то вот белая, но вот с учетом вообще всего его наряда, я решила, что он слишком бледно будет смотреться, и как-то невыигрышно. Поэтому сейчас я еще раз посмотрю, какие здесь у нас есть брюки. По-моему, они все светлые. Если и брюки будут светлые, тогда надо будет кофту немножко потемнее сделать, что ли. То есть, смотрите, есть, да, есть вот такие вот прям совсем белые. Не сказать бы, чтобы это плохо смотрелось, наверное, но я ему вот такие выбирала. А футболку оставляла такую. Короче, ладно. Пусть уж будет как будет. А вот какую-то прическу в стиле дзен я же ему делала новую, да? Специально для этого концерта. С этими ямайскими нотками. Вот такая вот есть, смотрите, но она чем-то похожа на ту, что сейчас у Дженни. Но это, по-моему, совсем как-то жестко. И мне не нравится. А, вот, вот, я нашла. И обувь сейчас поменяем. Обувь тоже сделаем дзеновскую, только надо вспомнить. Ага, я ему ставила вот эти вот сандалии в стиле реги как раз под его общее вот настроение. Слушай, а брюки? Может, все-таки брюки надо было поменять на какие-то другие? Такие или такие? Мне вот эти вот желтенькие, песочные, точнее, больше нравятся. Хорошо, оставим так. Сейчас я еще раз посмотрю на внешний облик наших парней. Пускай все так и остается. Ну и Дженни... Ладно. Пусть все тоже будет именно так. А, использовать в концерте пять движений в стиле дзен. Только тогда у нас будет возможность начать концерт. Ну, сейчас используем. Все, без проблем. Значит, Get Down Saturday Night. Прекрасно. С чего начнем? С театра, я думаю, лучше нам не начинать. Нужно выбрать какое-то движение стартовое. Ветер. А вот ветер, наверное, и подойдет. Пускай будет. Начнут они с ветра, а потом где-нибудь уже будем их варьировать. Отказ. Вызов. А, вызов я не хотела как раз использовать. Вот пусть будет отказ. А им поставим ката. О, красивое движение. Песня, мяч. Пусть будет мяч. Так, ну, в принципе, я этот момент тоже, наверное, могу вырезать, потому что движение подбирать это долго и муторно, поэтому не удивляйтесь, если этот момент окажется вырезан. Итак, ребята, знаете, что произошло? Да, мне, к сожалению, не хватило движений и спецэффектов для того, чтобы успешно начать концерт. Индикатор остановился там где-то буквально вот на миллиметр, и все, и дальше идти никак не хочет. Я так поняла, что спорт и дзен в этой игре действительно друг с другом конфликтуют, и лучше не использовать хип-хоповские движения, если мы собираемся проводить концерт в стиле дзен. Поэтому я это все поубирала, втиснула туда что-то гламурное, что-то роковое, но все равно мне не хватает. Пришлось вызывать Анну. Я не знаю, наверное, вот эти ее новые движения мне как-то должны помочь. Добрый вечер. Используй, пожалуйста, красивые предметы. Танец должен оставаться основой твоих занятий. И могу ли я попросить тебя об одном одолжении? Не согласишься ли ты позировать для моего журнала после того, как примешь душ? Я была бы тебе очень признательна. Я надеюсь, что там не в нижнем белье надо позировать. А то почему именно после душа? Так, не использовать предметы в стиле спорт, танцевать в группе, используя предметы в стиле гламур. Это... А что это нам надо делать-то вообще? Погоди. Используя предметы... Ну, то есть можно танцевать... А, танцевать в группе именно. У нас есть комплект для чечетки. У нас есть паркет, где можно танцевать на пуантах. Может быть, она именно это имеет в виду? На самом деле, такой гигантский паркет, вот он в студию даже не помещается, но его можно поставить на улицу и там танцевать. Ой, не знаю, лишь бы сработало. Надеюсь, что это тот самый коврик, и нам не придется ничего... Так, только у Джема я смотрю, все плохо со здоровьем. Идите, мальчики, тогда потанцуйте. А Джема мы отправим отдохнуть. Ну, вообще, ему как раз необходимо принять душ, но это мы по занятию, по заданию сделаем позже. Так, стой, 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 на ту кровать нам ложиться нельзя, потому что она спортивного стиля. Так, а там, кстати... А у нашей кровати стоит Дженни. Что ты там делаешь? Почему ты в свою комнату не идешь? На самом деле, блин, логично. Она у нас тяготеет к Дзену, а я ее... Я ее комнату в стиле поп оборудовала. Наверное, поэтому она туда и не идет обычно. Что? Кто тебе не дает туда зайти? Что тебе мешает? Елки зеленые. Иди уже куда-нибудь. Тут, кстати, игра, вот когда я отключала паузу, работала просто идеально. Настолько быстрой производительности я еще не видела. Но стоило мне включить пробу для записи, конечно, пошло, поехало. Началось. Ага, задание выполняется. Значит, все хорошо. Сделать серию фотографий группы для журнала People. А, это нам нужна будет фотостудия. Как раз таки. Такая, знаете, розовенькая, гламурная. И, блин, а куда ж мне ее поставить? Куда-нибудь за дом, наверное, придется. А потом продадим. Мне почему-то кажется, что именно после вот этой миссии с японским садом, нам Энди скажет, что необходимо куда-то перебираться в новую студию. А может, я путаю, и это еще не так скоро случится. На самом деле, я была бы рада переоборудовать эту студию. Может быть, чтобы было как-то удобнее, чтобы была более удобная планировка комнат у нас. Потому что некоторые, конечно, там через душевую, например, попадать в чью-то спальню, это не очень-то хорошо. Так, ребята, вы вообще устаете, нет? Да нет, знаете, танцуют нормально, как будто бы у них такой прилив сил. Мне это нравится. Чего у нас там делает джем? Кстати говоря, можно опять же немножечко сдвинуть их взаимоотношения с Дженни. Я помнится, хотела подарить ей букет цветов. Мы это вообще можем сделать или нет? О, посмотрите, как она развалилась. Вот, несмотря на то, что это не гламурный диван, а роковый. Может, она об этом не знает? Она думает, вот, специально комнату сделали в стиле гламур. Значит, здесь все гламурное. Вот, обняться, подарить букет цветов, общаться телепатически, поссориться. А куда делать действие поцеловать по-французски? Алло, у нас тут вообще-то романтика. Вот таблом, ребят. Если это действие пропадет, надо было, наверное, сразу его выбирать. Ай-ай-ай. Так, а вы уже выполнили задание, да? Я-то думала, пока они будут там танцевать, и Дженни успеет подарить цветы. Но, в принципе, сейчас он и пойдет это делать. Потом он сходит приемен душ, а потом, значит, мы будем его фотографировать. Я надеюсь, много времени у нас это не займет. Кстати, что интересно, букета-то, собственно, нет. То есть, он какой-то воображаемый у нас, лол. Я не помню, было ли так в оригинальной игре или нет. Но, короче, мы можем только воображать себе, что он ей там именно подарил. Она его по голове погладила? Типа, спасибо, да? Во, действие поцеловать по-французски появилось. А ну-ка, давай-ка, продемонстрируй нам, что ты умеешь. Будем разыгрывать любовь. Так, ага, она ему целует руку сначала, а потом, видимо... О, а потом оно... Ух ты, хохохохоха! Смотрите, смотрите! Какая прелесть! Надо было, на самом деле, чтобы Джем, наверное, так сказать, вел в этой паре. Ну, да ладно теперь, что уж тут поделаешь. О-хо-хо-хо-хо! Они там еще не закончили! Ладно, ладно, мы поняли, все. У вас любовь-морковь, у вас там все хорошо и честно. Главное, знайте, чтобы... Вы не слишком-то об этом болтайте, потому что, если Энди об этом узнает, мне кажется, он не будет очень доволен. Во-первых, потому что, в принципе, заводить отношения между звездой и танцорами, это, наверное, не совсем профессионально, хотя, ну, типа, знаете, что вот личное не должно мешать работе. С другой стороны, Джем сейчас, можно сказать, на пике своей популярности. То есть он, ну, практически на пике. Он начинает ее нарабатывать, и у него есть поклонники, поклонницы, точнее, фанатки, которые вот по нему тащатся, и ему необходимо в некотором роде поддерживать имидж одинокого парня, который может быть потенциально свободен для какой-нибудь там кандидатки. Вот это правило распространяется в основном на корейских всяких поп-айдолов. У них, на самом деле, с этим все очень жестко. Я даже слышала, что они по контракту обязаны три года не иметь, ну, якобы, не иметь пару. Парня или девушку. То есть это касается всех. На самом деле, жесть. Учитывая то, насколько серьезно они там все относятся к этим правилам, в последние годы, насколько я знаю, вот эти вот корейские айдолы, они все переживают не лучшие времена. Я слышала про какой-то случай, кто-то там покончил жизнь самоубийством, видимо, из-за того, что слишком было много требований. В конце концов, человека это достает. И происходит такая вот дичь. Алекс, иди снова нас выручай. У нас тут с популярностью не очень-то. Ну, сейчас Джем примет душу, мы его, мы пойдем его фотографировать. Ладно, ладно, мы не будем на тебя пялиться, давай спокойно душ принимай. Вот, надо посмотреть, как там у каждого. Кстати, Дженни в своей комнате, прогресс. Давайте посмотрим, кстати, разместить фотографии в интернете. Что мы можем делать с помощью этой веб-камеры? Как вообще мы с ней можем работать? То есть она... Интересно, какие фотки только? Фотки с собой, фотки с Джемом? Я надеюсь, потому что ты фотки какого-нибудь романтического характера туда не выложишь. Иначе это будет большая провокация, и продюсер точно не обрадуется. Ну да ладно. Ну что ж, дорогие друзья, так получилось, что я хотела вас оставить минут на пять. В итоге оставила аж до следующего дня. Вот. И подожди, а почему ты пошел сюда? Я ж тебе сказала, сфотографироваться для журнала. Просто, понимаете, дело в том, что за кадром я уже попыталась его здесь сфоткать, но так как он был один, то, естественно, никто его не фоткал. Он просто стоял здесь и позировал. И я подумала, что, опять же, нам потребуется помощь танцоров, скорее всего. Хотя, вообще-то я рассчитывала, что Анна будет нас фоткать, раз уж она нам это предложила. В смысле? Ну-ка, Марш, фотографироваться, что ты тут ходишь вокруг да около? Меня и так подбешивает, что камера дико просто тормозит. Я еще ждала, пока они все сюда подойдут, а он еще артачится. Да, и, кстати, мне пришлось для этой съемки его приодеть, опять же, в стиле гламур, потому что я сочла, что это будет логично, чем фоткать его для такого журнала в той шапке, в которой он был, в какой-нибудь майке рокерской. А, хотя нет, у него же костюм Дзена был. Ну, тем не менее. Это совсем другой стиль. Фотографируй бегом! Да что ж такое? Почему ничего не получается у вас? Сделать серию фотографий группы для журнала People. Да, задание начало выполняться наконец-то. Неужели? И от этого, я так понимаю, у нас растет популярность. Но что-то я так смотрю, это задание мы тоже будем выполнять долго. Тут изображения Анны у нас опять нет. Не знаю почему, видимо, потому что игра подглючивает. Не очень весело. У Джема еще, кстати, низкий показатель развлечений. Сейчас он начнет капризничать. И мы так вовремя ничего и не закончим. А мне еще потом расстановку движений выполнять и спецэффектов перед концертом. А потом еще надо будет выбирать следующее задание. Ах, как бы я ни хотела делать серии не такими длинными, все же у меня это не получается. Слишком много заданий, слишком много времени уходит на подготовку. Короче, ладно, стойте там, кривляйтесь, не знаю, толку на вас смотреть, если вы тормозите. Давайте лучше проверим, что... А ты куда пошла? А, сыграть в пул. Ну да, всех притягивает бильярд. Так что почему бы и нет, Дженни? Почему бы и нет? Нет, я не хотела тебе отменять это задание. Иди, играй, иди, ради бога. Тут просто мышка ведет себя по-дурацки. Сами понимаете. А у Ника как с показателями развлечений? Да у него-то вроде все в порядке. Вообще, я надеюсь, что Джемни начнет капризничать до того, как задание будет выполнено. Вроде бы мы продвигаемся потихоньку. Тут даже Анна пришла посмотреть, как у нас дела идут. Будет нам давать какие-то советы или нет? Как это делал Пол? Да вроде бы нет, просто стоит и смотрит. А нет. Вроде бы стоит и что-то там руками показывает. Сюда идет Алекс. Блин, песня есть одной немецкой группы. Так и называется. Сюда идет Алекс. Прям вспомнилось. Интересное совпадение. Отлично. Наконец-то мы все-таки выполнили это задание. Ну и что ж, ребят. Теперь я снова нажимаю на паузу. Для того, чтобы самостоятельно расставить все движения. Я очень надеюсь, что в этот раз не возникнет никаких препонов на пути к нашему выступлению. И мы увидимся уже в Канаде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребят, наконец-то у нас прошел этот концерт. И знаете, он пока из всех бывших у нас концертов и того же даже видеоклипа понравился мне меньше всего. Потому что все-таки я недовольна расстановкой, скорее спецэффектов, чем движений. Потому что многие были слишком какие-то яркие, слишком неподходящие, на мой взгляд, именно для локаций, в которой мы выступали. Потом смешение их некоторых. Вот, например, я поставила рядом базу и лаву там, по-моему, в один момент, и на экране слишком много всего появилось. Сейчас у меня аж самой в глазах зарябило. Надо было, наверное, все-таки сделать предпросмотр перед тем, как начинать концерт. Однако, на самом деле, здесь главное, как бы, чтобы индикатор поднялся до нужной отметки, чтобы мы провели концерт. Если бы я тут по 10 часов все это переставляла, перестраивала, еще бы не факт, что все получилось. А так, я не хотела, честно говоря, вот и лазер рокерский здесь использовать. И движение, которое мы выучили у Такаси, я назвала его слишком откровенным для подобной, опять же, локации. Но пришлось его использовать, потому что оно подняло нам индикатор вверх. Движения от Анны, они, конечно, были такими плавными, красивыми и хорошо, в общем-то, что мы их выучили. Это меня порадовало. И единственный положительный момент, который я для себя могу выделить в этом концерте, это самое последнее движение ката, вот когда руки поднимали вверх и складывали потом лодочкой, и дождь. Вот это, по-моему, я прям в точку попала, было очень классно. А остальное, ну, там вот некоторые вот эти пятна света были слишком яркие, прям буквально засвечивали мне и танцоров, и джема, поэтому вот не сказать, что я осталась довольна этим концертом, но переделывать уже ничего не буду. Что ж, давайте смотреть, какой нам выбор дают дальше. Либо мы в Беверли-Хиллз выступаем, что, опять же, нас отсылает к стилю гламур, либо в Доме поклонников, и это у нас будет стиль поп. Прикольно, интересно, мне кажется, я знаю, что выбрать. Но давайте посмотрим все-таки на Беверли-Хиллз. Знаменитый миллионер собирается пригласить сливки мировой элиты на празднование дня рождения в свой дом в Беверли-Хиллз. И он хочет, чтобы изюминкой вечера стал твой концерт в стиле гламур. Для подготовки к выступлению он предоставляет тебе местечко в самом центре Беверли. Надо быть сумасшедшим, чтобы отказаться от такого заманчивого предложения. Этот концерт даст тебе уникальную возможность завязать новые знакомства. Что же мы будем делать? Выучим 5 новых движений или эффектов в стиле поп, использовать в концерте 4 движения или эффектов в стиле гламур, и не использовать в концерте элементов в стиле спорт. То есть здесь нам придется отойти от своего первоначального имиджа, потому что мы на самом деле довольно много в стиле спорт уже выучили и выступали. А тут нам, да, придется немножко изменить себя и подстроиться под другой стиль. Вот как я и говорила. А что насчет Дома поклонников? В Европе прошел конкурс на семью твоих самых яростных поклонников. Победителями стала семья из Голландии. Для них ты буквально идол. Побудь с ними некоторое время и организуй концерт для молодежи в их доме. Концерт будет транслироваться по всей Европе. Это хороший способ показать, как ты дорожишь своими поклонниками. И мне кажется, я всегда выбирала именно вот этот вариант, потому что, знаете, тут такое трогательное описание. Какая-то семья участвовала в конкурсе, они победили и они ждут, понимаете, они действительно ждут, что их кумир просто вот возьмет и окажет им должное внимание, сможет с ними подружиться. Это для человека на самом деле очень много значит. И мне бы так не хотелось их огорчать, но с другой стороны меня очень интересует выступление в Беверли-Хиллз. И я все-таки хотела выбрать его. Блин, даже не знаю. О чем мы тут должны сделать? Подружиться с Дебби, подружиться с Гарри, подружиться с Мишель. То есть, я так понимаю, что или они приедут к нам жить в студию, или мы все-таки будем переезжать на новую студию и... И будем там с ними дружить. Блин, я не знаю, действительно. На самом деле, это был бы очень крутой вариант. Я не могу выбрать. Я просто-напросто в тупике. Местечко в самом центре Беверли. Можно сказать, что Джем тут очень долго размышлял. Ну, в принципе, можно сказать, что один благотворительный концерт мы уже провели. И можно, наверное, теперь попытаться расслабиться. На шоу нет танцоров, кстати. Я что-то даже не видела этого раньше. И здесь тоже нет танцоров. То есть, получается, мы теперь будем один. А-а-а, у нас снова заберут нашу Дженни. Жалко. А количество зрителей... Ну, количество зрителей-то, я думаю, не меняется. Здесь просто стили разные, видите? Здесь поп-музыка, здесь все-таки больше... Больше гламура. Как там пели эти шпильки со Зверевым. Блин, мне на самом деле очень хочется посмотреть, что вот это за... Давайте, знаете, все-таки немножко отступимся от своего образа. Такого доброго паренька, который сам поднялся из низов. И пытается сейчас как-то вырасти. То есть... Блин, я не знаю, как это правильно назвать. Нельзя сказать, что Джем станет каким-то плохим или злым. Правильно? Если он откажется от возможности встретиться со своими поклонниками и выступить в Беверли Хиллз. То есть не то, чтобы он прям зазвездится от этого или что-нибудь еще. Просто для него это действительно какая-то новая уникальная возможность. Новая роль, в которую он может вжиться. И почему бы в принципе и нет. Можно сказать, что его фотосессия в журнале People, наверное, как раз и сподвигла вот этого миллионера пригласить его на свой день рождения. Поэтому давайте все-таки выберем Беверли Хиллз. Итак, ребята, нам сказали, что на шоу нет танцоров. Однако внезапный сюрприз. Это не так. И нам дали новых... Как раз-таки нам дали новых танцоров. Это во-первых. А во-вторых, мы... Да, как вы видите, мы переехали из нашей старой студии. И остались... Остались ни с чем, можно сказать. Ни кола, ни двора. Просто зашибись. Здесь у нас теперь зато появился такой массивный кирпичный забор, который будет нас, видимо, охранять от поклонников. Ну и, в принципе, мы... Я так смотрю, у нас тут новая обстановка, новый участок. И поблизости я, в принципе, ничего не вижу. В какой-то глуши просто мы теперь образовались. Но здесь растут пальмы. И вот как раз что-то подобное я и предполагала. Здесь можно поставить бассейн и к этому бассейну... Короче, обставить пальму вокруг него. У меня вот это вот была мысль еще с тех пор, как я бассейн установила впервые. Думала, что на новом месте это будет смотреться намного лучше. Так, ну давайте хотя бы познакомимся с нашими новыми танцорами. Это Сандра в рокерском стиле девушка одета. Да, я ее вообще не помню, честно говоря. А, это, наверное, Полина. Да, нашу Полину нам вернули, гламурную девушку. И дали нового танцора по имени Тео. Его я, кстати, помню. У него прическа какая-то нестандартная у этого парня. Да, какие-то серые волосы с вкраплением, не знаю, какого-то белого, малинового, что-то там. Вот. Но джем у нас по-прежнему одет в стиле дзен, но мы это потом, естественно, исправим. Ну что ж, ребята, тогда на этом я заканчиваю серию. Когда вы вернетесь в следующий, то уже увидите здесь построенную, можно сказать, более шикарно оборудованную студию. Более дорогую, с какими-то новыми прибамбасами, которые у нас здесь появятся. И мы будем готовиться к нашему гламурному выступлению. В принципе, не только же джем, точнее, я бы сказала, что не обязательно джем сейчас решает все вопросы касательно концертов. Ведь у него есть свои менеджеры, у него есть продюсер, в конце концов, Энди, который также может этим заниматься. И поэтому команда посовещалась и решила, что для джема на данном этапе будет выгодно выступить именно в Беверли-Хиллз. А вообще, если мне вдруг захочется, то, наверное, я потом эту миссию просто переиграю. Я надеюсь, это будет возможно. И мы также сможем затусить и с семьей поклонников. То есть, почему бы и не выбрать такой вариант. Вот, так что на сегодня я заканчиваю. Всем большое спасибо, что посмотрели эту серию. Обязательно пишите свои комментарии. И мы с вами скоро увидимся.